Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, а это обзор на фильм «Новейший завет». И в данном обзоре на примере пяти причин, пяти причин, я расскажу, почему стоит смотреть фильм «Новейший завет». Хоть он вышел в 2015 году, но если вы его еще не посмотрели, то сначала досмотрите данный ролик до конца, а потом, ну, делайте выводы. А мы начинаем! Альтернативный взгляд на религию. Оригинальный сюжет, интересные персонажи, европейский юмор и красивые виды. Вот пять причин, по которым вам стоит посмотреть данное кино. Ну и давайте поподробнее о каждой из причин. Альтернативный взгляд на религию заключается в том, что Бог живет не на небе, а на земле. У него есть квартира, находится она в Брюсселе. Также у него есть жена, то бишь богиня, с которой вы вряд ли ляжете в одну постель. У него есть сын Иисус, которого мы видим только как статуэтку на шкафчике. И у него есть дочь, которая впоследствии сбежит от него в мир людей. И данный бог, он козел и создает мир только для того, чтобы смеяться над тем, как страдают люди. И это не оскорбление чувств верующих, это европейский юмор, тот пункт, к которому мы чуть позже вернемся. И это очень интересный взгляд на религию, потому что я пересмотрел много фильмов, где показывали дьявола, бога, но такого отношения я еще не видел. И знаете, очень интересно посмотреть на бога, который спускается в мир живых через стиральную машину, а потом ходит весь такой потерянный, похожий на бомжа, ругающийся и распространяющий негатив инсинуации всем вокруг. Господь сказал, возлюби ближнего, как себя. Да ни хрена. Простите? Не говорил я такого. Это все он от рук отбился. И что в итоге? Приколотили к вешалке, как... Как чучело совы. Это достойное наполнение фильма, это интересное наполнение фильма. И ради этого стоит его посмотреть. Оригинальность сюжета состоит в том, что как минимум есть бог, который живет на земле в Брюсселе. У него есть жена и помимо сына Иисуса есть дочь. Но сам сюжет строится вокруг дочери, которой надоел деспот-отец. Она рассылает всем жителям земли дату их смерти. Тем самым они уже плюют на все законы, плюют на бога, из-за чего бог еще больше злится. Ну а также эта девочка сбегает из квартиры господа бога. Приходит в мир людей для того, чтобы написать новейший как раз завет. Собрать еще шестерых апостолов, чтобы апостолов было 12 плюс 6, 18. Потому что ее матери нравится бейсбол, а в бейсболе 18 игроков. И вот она сначала находит бомжа, а потом начинает искать апостолов. И это и есть сюжет фильма. И вот этот вот абсурд, он поражает. Оригинальность, как можно додуматься было. Знаешь, что учудила твоя дочь? Всем разослала даты их смерти! На данный момент сложно сказать, розыгрыш это или дата смерти абсолютно реальная. Черт, я ее найду. И мало ей не покажется! Я еще девочку черноволосую, слегка не в себя. Это поражает. И ради этого стоит смотреть данный фильм. Персонажи. Персонажи фильмы интересны. От Деспода Бога, до его дочери, до бомжа, который пишет Новый Завет, пишет продолжение Библии. Чудо! То апостолы, девушка без руки или мальчик, который хочет стать девочкой. При этом все они прописаны. Мы знаем их историю. Их связывают с музыкой. И погружают нас в этого человека через его визуальный ряд, через его повадки и через музыку, которая присуща каждому из персонажей. Тем самым все персонажи, они раскрываются. И как бы временами комичны или абсурдны они не казались, это полноценный персонаж. Это не картонный персонаж. И ради этого тоже стоит смотреть фильм, потому что данный фильм своими персонажами еще больше увеличивает объем своей значимости. Так что этот пункт тоже из-за которого нужно смотреть фильм. Европейский юмор. Достаточно спорный пункт, но я его включу. Потому что я люблю комедию, я люблю абсурдную комедию. И это абсурдная комедия. Потому что нет ничего абсурднее бога, который живет в обычной квартире, спускается и ходит по земле. И бог, который даже по воде при этом ходить не может, хотя его дети могут ходить. Эй, отходить по воде не твой прием! Нет ничего абсурднее и смешного, как бомж, который пишет Новый Завет, пишет Библию. Или мальчик, который переодевается в девочку. Точнее, даже хочет стать девочкой. И вот на этом, на всем основывается комедия данного фильма. Мужчина возвращается домой, а его жена лежит рядом с Гориллой. И Горилла прогоняет мужика из его квартиры. Что тут происходит? Да, абсурдно, но смешно. И это тот пункт, благодаря которому фильм интересен. И из-за которого я считаю, что данный фильм стоит посмотреть, если ты его еще не видел. Красивая картинка, красивые кадры. Самый субъективный пункт, потому что красота для всех разная. Но это европейцы. Они умеют делать красиво. И снимать тоже они умеют красиво. Поэтому фильм красивый. Тут я не буду особо распыляться. Вам просто стоит посмотреть. Даже трейлер. И вы поймете, что даже самые серые уголки, которые показывают фильм, они не отталкивают. Бог есть. Он живет в Брюсселе. У меня впереди 62 года. Проверил? За ними интересно наблюдать. И хочется смотреть. И поэтому я считаю, что картина красивая. И это тот пункт, из-за которого нужно смотреть. Ну а на этом все. Это были 5 причин. Да что со мной такое? 5 причин, по которым стоит смотреть фильм Новейший Завет. И если у тебя еще остались сомнения, то убирай все сомнения и иди смотри. Кино интересное. Бери свою вторую половинку, своих друзей, свою семью и вместе смотрите. Вы не пожалеете. Ну а если тебе понравился данный видеоролик, то поставь лайк, поставь комментарий, распространи и обязательно подпишись на канал. И я пойму, что такие видеоролики нужно будет делать в дальнейшем. Но на этом все. С вами был, если будет всегда, Данила Рышкин, самый субъективный бородач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными и смотрите хорошее кино. Именно оно определяет, каков вы человек. Всем спасибо. Всем дизлайк.